Не футбик на футбик, не, да, Эл, да, медийный, так, футбик на футбике, охуеть. Ну, братан, вот так, вот так, вот такими темпами реально, вот скоро медийный футбол может умереть, если такие команды будут, я не знаю. Привет, друзья, это Егор. Сейчас будем разбирать МКС, ведь до этого были слова Некита о том, что медийному футболу конец. Сказаны они были после ничейного матча с Бэйбиги или с Бэйбиками, который закончился со счетом 1-1. Да, это была очень жесткая игра, большое количество единоборств, и Тудроц тут повезло, потому что в самом начале матча, благодаря тому, что Алекс Стирьевич им грамотно подставился, им удалось забить мяч с пенальти. Дальше же была игра плюс-минус в одни ворота, Бэйбиги нанесли 17 ударов, причем значительное количество очень опасными получились. Намного больше подали угловых, точнее здесь вообще гигантское преимущество по угловым. Больше владели мячом, но и доминировали. Здесь ничего не скажешь. И поэтому не случайно герой матча был назван господин Сычев, великий Сычев, можно его сейчас так называть. Ну давайте вспомним просто эпизоды, где он реально потащил. Ну это конец первого тайма, удар в упор. Еще один опаснейший удар в конце первого тайма, когда Сычев ну просто великолепно сыграл, достав мяч из-под перекладины. Ну и подачка, наверное, такая крученая будет. Штрафной удар! О, постно! Кариус! О, великий Сычев! Ники Пилиева с 30 метров в девятку. Я не знаю, честно говоря, кто здесь... Ой, ну это просто было очень сочно. Боже, Сычев. Это Ника опять же наносил удар. Ника у нас прям один из самых ярких игроков команды Бэйбиги, ну и Сычев... Блин, ну как же он? Ну и, наверное, главный эпизод это добивание после штанги. Кариус сам скажет, что у него там очко сжалось. Но ведь он потащил, и смотрите, как потащил. Грамотно вышел, все сделал. Молодец. Бил там дальше Сычев, по-моему, в очередной раз, пас уже после вот этого удара. Да, да. Снова Сычев. А ведь еще был ряд эпизодов, когда Бэйбиги били мимо. А у Тудроц я могу вспомнить разве что эпизод, когда Кутуз не стал сближаться с вратарем, а ударил издалека. Конечно же, после такого очень хочется сказать про профиков, что некит и делает, говоря о том, что медийному футболу конец. Но в этом ли причина не самой удачной игры Тудроц, в которой им реально повезло? Нет. Я считаю, отскочили. У нас в первом тайме штанги, во втором очень много моментов. Давайте начнем с самих Тудроц, из того, как они готовы. Уже в концовке первого тайма и в начале второго у нескольких игроков сводят ноги. О чем это говорит? О том, что команда под жуткими нагрузками. Они тренируются два раза в день прямо сейчас и после игры выезжают на сбор. Физически, конечно, были еще не готовы до конца. Либо они готовятся к МФЛ, либо к Кубку России подводятся. Я других вариантов такой подготовки, которая у них сейчас, потому что был большой перерыв, и команда сейчас находится в жестком тренировочном процессе, не вижу. И, возможно, именно из-за этого, как кажется, она действительно такой была, случилась такая разница. Если мы в физических кондициях будем хорошо, то я думаю, что с этой командой мы, скорее всего, в финале играть будем. Во-вторых, подбор состава. Мы все увидели это новостное. Я к Этену с большим уважением отношусь, как и ко всем ребятам из Тудроц. Я просто апеллирую фактами. Мы видели, что Этен не играл на МФЛ, но он выходит на МКС после того, как якобы собирается в МКП. И, мне кажется, комментарий Дмитрия Кузнецова после игры показывает, что это было не то, чтобы на 100% его решение. Для меня неправильно. Для меня неправильно, если человек уходит, проходит медосмотр в другой команде, а потом возвращается и просится играть. Ну, это неправильно для меня. Но я поговорил с руководителями команды, и мы пришли к какому-то там общему консенсусу. И Этен сейчас в команде. Ну, вот вы видели, поможет он нам или нет? Сами видели его. Это был комментарий для канала Неклассика. Подписывайтесь на их телегу, она будет в описании. Я пользуюсь их видосами. Спасибо им, что снимают. Ну, а теперь к главной теме. Про профиков. У вас сегодня СТ, я так понимаю, в стартовом составе будет. Кто еще? Из известных. Ну, из известных, это как понять. Даже не знаю, как сказать. А вот Дмитрий Сычев, он не профит? Разве он не собирался продолжить профессиональную карьеру? Разве не оказался в Тудроц в тот момент, когда у него там случились какие-то проблемы с контрактом? Да и вообще, кто из стартового состава, именно из стартового состава Тудроц, приходил в медийный футбол как уже медийная единица? Ну, там, можно сказать, что, допустим, Эт или Эйтен. Нет, они начали появляться там год плюс-минус назад, чуть больше, ну, Эйтен чуть раньше начал появляться. Но это тоже футболисты. Чего уж говорить об остальных. И о Кутузе, и о других ребятах, которые появились перед МФЛ. Они такие же точно профи. Если уж говорить об известных футболистах, известных, ну, ни для кого не секрет, а об этом все говорили, что Тудроцам предлагали этих известных футболистов сейчас. Но они отказывались, потому что, по мнению, в том числе Дмитрия Кузнецова, вот эти молодые профики бегут, они сильнее и так далее. Так чего же проблема? Разве Тудроц не профессионал? Разве вам Кал сейчас приходит не профессионал? Разве это не так? Давайте пойдем дальше. Представьте, что вы создаете сейчас медийную команду. Как вы будете ее формировать? Вот просто как? Вы что, будете, наверное, посмотрите на лимит, посмотрите на определенные условия, которые составлялись вместе там Абкалом, Тудроц и вот всей этой медийной семьей. Я не знаю, у нас, у броков, там особо никто не спрашивал, но, значит, кто-то этот регламент составлял. Вот вы когда будете формировать команду, вы постараетесь взять сильнейших футболистов, которые подходят по регламенту, или вы будете думать, нет, вот этот слишком силен, я возьму какого-нибудь послабее, чтобы он был похуже. И Абкал, и Тудроц, так будете работать? Нет, я думаю, каждый из вас выберет первая игра. Какой есть регламент, таким люди и пользуются. Поэтому говорить о том, что бей-беги, кого-то там набрали, ну, это несправедливо. Первую версию, почему несправедливо, я уже сказал, потому что в тех же дротах, за тех же дротов играет достаточное количество сильных футболистов. И во-вторых, ну, потому что есть регламент, и если игроки соответствуют, какие вопросы? Тарас Бурлак известный, он в стартовом составе. Андрей Ещенко приехал, тоже будет играть. Будаков вратарь. У нас есть со Спартака регби, выйдет сегодня. Киптаун выйдет сегодня. Каретников сегодня в составе, для него это принципиальный матч. Потом Эльхан выйдет обязательно, выйдет Флейми сегодня. Он сегодня здесь тоже, тоже выйдет. Поэтому, ну, понятно, что играем на победу, но сегодня по максимуму всех выпустим. Да, конечно, здесь все зависит от команд. Мы понимаем, что дроты уже своих ребят развивают. Дима Сычев уже легенда. Здесь вопрос именно к Бейбикам. Ребята, давайте тогда покажите, вот мы отдаем там какое-то время, раскрутите их, и тогда все будет понятно. Вы будете молодцами и справитесь, а если нет, то да, тогда ваш проект провальный. Но, в плюс к Бейбикам, я что могу сказать? Я вижу, как относится к делу тот же Соболь. Он дает интервью. Он не приходил на конференции МФЛ, за что я обсирал по команду. Но сейчас мы видим Соболя, который дает интервью, который в прессе выступает за медиалигу, из-за чего его там уже оскорбляют какие-то футбольные журналисты. И там Соболев сейчас чуть ли не в суд подает. Я надеюсь, что суда не будет, но, тем не менее, Соболев рубится за медиальный футбол. Там Леонид Федорович Тахтенберг тоже что-то там рубится, бегает. Там у Джики, который выскакивает на поле не меньше, чем тот же Недик. То есть, в принципе, пацаны дают контент. Это нормальная тема. Так что жаловаться сейчас, на данный момент, особых причин. Ты обижаешься на Бейбиков? Нет, я вообще ничего не обижаюсь. Это медиалига, здесь что обижаться? Ну, еще одна деталь про смерть медийного футбола. Ну, кто-то скажет, там, Бейбики виноваты, кто-то вообще скажет, что у Бруков там профики. Ну, хотя вы все прекрасно видите, что мы всех ребят пытаемся развивать, а они у всех уже мемообразны, скажем так. Поэтому медийность тут сохраняется. Но давайте честно признаем, друзья. Медийный футбол закончился примерно в тот момент, ну, в нынешнем его понимании, когда закончился МКАУ. Новый МКАУ появился, ушла целая плеяда, которая оказалась не нужна, там, начинается там, заканчивая сани FIFA. И появились в команде футболистов из Амкала ПРО. Это объективная данность. И это абсолютно неплохо. Это абсолютно не критика. Да, время людей, которые совсем плохо играют в футбол, оно, к сожалению, прошло. И теперь остаются медийные команды, которые набирают хороших футболистов и пытаются сделать из них медийных. Это данность и это реальность. Но говорить о том, что медийный футбол умрет сейчас, это абсолютно неправда. Потому что и Дроты, и Амкал, как два гегемона, и я, как участник этих процессов, прекрасно понимал, к чему все в итоге придет. И какие регламенты и лимиты ты не ставь, все равно все будет именно так. Именно поэтому и Амкал набирает профиков, и Тудрот тоже набирает профиков. И здесь вопрос лишь в скаутских службах. Так что, друзья, если гранды не хотят кому-то задавать вопросы, то пусть в первую очередь задают их себе. В том числе потому, что и они создают эти турниры. В том числе потому, что и внутри их составов происходила революция. Так что, я думаю, бэбиком вопросов на данный момент много быть не должно. Но тем интереснее будет медийный футбол. Мы будем смотреть за трансферами, мы будем искать сильных игроков, все вместе, и будем стараться их развивать. Все логично, друзья. Тем более тех же новичков в Тудротс вы влюбились, что помешает влюбиться в остальных. Это был Егоров. Я не приемлю... Вы скажете, что я вот душневый? Нет, я наоборот не приемлю этого душневого, которое иногда идет с тех, кто все создал. Я их очень уважаю, они крутые чуваки, но данность такова. Пока.